Приветствую вас и, если честно, первое, что мне хочется сказать, то, что ваш диалог, который вы опубликовали здесь, он, в принципе, не совсем лично мне понятен, потому что есть только даты, но эти даты иногда прослеживаются в самой строчке, то есть, цитата начинается не с новой строки, а продолжается в предложении, из-за этого не очень понятно вообще, кто что говорит. Кроме того, никак не идентифицирует ни себя, ни коллегу, кроме третьего лица, что тоже немного затрудняет диалог, затрудняет понимание диалога, затрудняет анализ. Но мне бы хотелось, знаете, мне бы хотелось вам вот сказать на фоне всего этого, что коллега, ну вот, давайте посмотрим на ситуацию так. Есть коллега, да, который обращается к вам за уточнением информации, и поскольку в силу обстоятельств вы общаетесь в деловом, так сказать, средстве, то есть, у вас скайп, у вас рабочий скайп, ничего личного, то, соответственно, и все диалоги там тоже личные. Но коллега по какой-то причине, вот этот вот рабочий скайп, рабочий диалог, она переводит его, собственно говоря, ну, в раздел личного. То есть, она переходит на личности, ваша коллега, а там, где, в принципе, этого делать не стоит, в рабочем скайпе. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, у нее имеются к вам определенные претензии, конечно, какого плана, и откуда они берут на числа, сказать сложно, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете. Потому что мы не знаем все истории, а вы рассказываете нам только лишь небольшую часть ее. И второе, это то, что у коллеги есть определенный дефицит. То есть, смотрите, для нее эта ситуация катализатор к конфликту. Для нее эта ситуация является запуском к тому, чтобы с вами начать перепалку. Значит, получается так, что коллега сама имеет в себе негатив определенного рода, и этот негатив она переносит на вас. То есть, например, если бы человек, у которого все было хорошо, оказался бы в такой ситуации, то он бы просто сказал, ну, хорошо, спасибо за информацию и все. Если бы ему не понравилось, что вы спросили у другого, у третьего лица о том, о чем интересуется коллега, то, еще раз повторим, человек, находящийся в гармонии с собой, никогда бы этому, знаете как, даже не то, чтобы не придал бы значения, я бы сказал, что человек не стал бы с вами эти моменты выяснять. То есть, ну, вы поступили так, как вы поступили. Нехорошо и неплохо. Просто поступили. Так, как вам подсказала интуиция, так, как вы посчитали нужным в данный конкретный момент времени. Вы поступили так. Но, если коллеги не нравятся, как вы это сделали, то человек просто-напросто к вам больше бы не обратился. А она старается с вами что-то выяснить. Она старается вам что-то доказать. Вот и давайте зададим себе вопрос такой. А что же она хочет вам доказать тогда? Что ей нужно вам доказать? А самое главное, почему ей нужно именно вам что-то доказывать? И здесь встает следующий принципиальный важный вопрос. Вы пишете, значит, что она постоянно конфликтует с вами. Если человек конфликтует только с вами, значит, именно вы являетесь объектом переноса для этого человека на вас каких-то своих негативных моментов в жизни. Если она конфликтует со всеми, вообще со всеми, то никакого конкретного объекта для переноса своих негативных желаний и своих негативных каких-то моментов нет. Она делает это со всеми, кто оказывается в ее зоне достигаемости. Предположим, что вы здесь пишете, что она постоянно конфликтует только с вами, значит, она именно на вас переносит свои негативные аспекты, возможно, внутренний конфликт и так далее. Если это происходит, значит, вы ее как-то задеваете. Вы для нее являетесь объектом, символом того, что она сама хотела бы получить, но чего у нее нет. Она думает, что вы в чем-то ее лучше. И чем-то вы ее ущемляете, чем-то вы ее оскорбляете. Если ее конфликтное отношение к вам началось само по себе, то есть, ну вот, просто однажды, то это значит, что у человека обострился внутренний конфликт. Если изначально с вами так она себя вела, но сейчас это приняло более жесткие формы, значит, обострился не ее внутренний конфликт, а скорее, то, что вы для нее символизируете. То, что она в вас видит оскорблением для себя. Понятно, что во всем этом разобраться не представляются возможности, так как мы не знаем этого человека. Да и вы его не знаете. Вы описываете нам только внешнюю сторону того, как человек себя ведет по отношению к вам. И в принципе, в принципе, я вам это все рассказал, чтобы вы поняли одну важную вещь. Что коллега комплектует не с вами. Она на вас переносит свой внутренний конфликт. Она на вас переносит свою внутреннюю систему противоречий. Она на вас переносит свои негативные переживания. И лично к вам, как к человеку, у нее претензий нет. Если бы были именно к вам, вот как, понимаете, как у самодостаточного, взрослого, серьезного человека есть замечания к другому самодостаточному, серьезному, взрослому человеку. Так вот, такие замечания обычно, они носят в есть любую, обходительную форму, но никак не вот в таком ключе, значит, никак не проявляются в таком вот, в такой форме диалог. Далее, вы, начало, значит, вот начало вашего диалога, тоже непонятно, кто это пишет, вы или ваш коллега, вы как будто, если это первый, вот первая строчка, это вы пишете, то вы как будто бы уже сами ее в чем-то начинаете обвинять, и дальше, дальше вы просто, значит, вступаете с ней в перепалку. Значит, что здесь можно сказать? Ну, наверное, сейчас я повторю то, что сказал мой коллега уже. Я скажу, что у нее, у вашего сотрудника, у вашей коллеги, получилось главное. Она опустила вас до своего уровня общения. То есть, вот там, на уровне взаимных претензий, вот там, на уровне конфликта, на счет случае себя наиболее комфортно. Там она, как говорится, во всеоружии. И вы, оказываясь на ее поле, на ее родном поле, вы там неминуемо проигрываете, о чем и говорит, в общем-то, мой коллега. Поэтому первый для вас момент, это никогда, по-возможности, конечно, никогда, не опускаться до ее уровня общения. Видите, что человек начинает конфликтовать просто, начинает проявлять совершенно безразличное отношение к ней. Потому что, если вы начнете отвечать, то вы обязательно ей проиграете. Так как человек там чувствует лучше, чем вы, вот в этом поле. Что надо делать вам? Вам нужно для себя определить, установить, что вы не выходите из своего поля. Там, где комфортно вам. Какое это поле? Это поле, поле фактов. То есть, на вашей стороне логика, на вашей стороне факты, на вашей стороне формальная правота. Другое дело, что формальная правота вашу коллегу не интересует. Если бы вашу коллегу интересовала формальная правота, она бы не спорила с вами так. Ее интересует скорее решение и проецирование какого-то своего личного конфликта. А это значит, что ваша формальная правота ей не нужна. А это значит, что логические рассуждения и логические доводы также ни к чему не приведут. И, в свою очередь, это полностью исключает возможность вести с человеком какой-либо конструктивный диалог. Если конструктивный диалог вести невозможно, то получается, что диалог может быть только деструктивным. А деструктивный диалог – это всегда попытка принизить вас до ее уровня. Отсюда несловный вывод, что если вы видите, что конструктивного диалога с человеком вести нельзя, то и общаться с ней не стоит. Не стоит общаться с ней вообще на любые темы, кроме как решения непосредственной работы к вопросу, причем по существу. То есть, вы получили от себя запрос, конкретный запрос по факту. Узнаете какие-то обстоятельства вашей работы. Узнали, ей передали, все. Если она начинает спрашивать что-то на вас, как-то жаловаться, вы видите, что это уже к рабочему вопросу, к конкретному решению, к рабочей ситуации отношения не имеет, вы просто игнорируете ее. Потому что вот это вот все, что вы прислали – это личная переписка. Это обычная, самая настоящая личная переписка. Рабочего здесь нет ничего. Рабочая переписка – это когда люди обсуждают непосредственно практическое решение конкретных рабочих задач. У вас это было, когда вы получили запрос, вы этот запрос передали коллеге, коллега вам прислали, прислали ответ, и вы этот ответ прислали человеку. Все. Больше рабочей вообще у вас нет. Что-то бы сходило потом – это уже личная переписка. И поэтому давайте спросим себя еще и так. А почему же вашей коллеге так важно перенести общение из рабочего в личное? А потому что ей как раз таки чего-то не хватает. Ей в ее жизни не хватает как раз таки вот этого вот самого личностного общения. И она, его дефицит, осознанно или неосознанно, здесь это не столь важно, восполняет через вас. И все, что вам нужно сделать – это, условно говоря, перестать отвечать на ее подобные запросы. Ибо ни к чему хорошему, как вы, я надеюсь, уже поняли, это не приведет. Вот именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!